Да, во время пандемии Америка заботилась о людях, которые заболели. И речь не только о гражданах, а вообще о всех. Страховка медицинская в Нью-Йорке для тех, кто мало зарабатывает, бесплатна. Она все покрывает. Во время пандемии государство взяло на себя абсолютно все обязательства по лечению и выявлению коронавируса. Более того, если вы заболели короной во время пандемии, Нью-Йорк вам вызывал бесплатное такси, вез в бесплатный отель, и вы жили в отеле две недели бесплатно с трехразовым питанием, с медицинским персоналом, и все это оплачивалось за счет города. Более того, если вы на карантине дома, вам выплачивается пособие, которое было больше, чем ваша зарплата. Если люди остались без работы, Америка вам выплачивала пособие, которое опять-таки больше вашей зарплаты. Плюс выплаты были в общей размере 3200 долларов. Все, вместе это деньги, просто так купите себе, что хотите, люди. Плюс бесплатное питание за время пандемии всем, кто хочет. Это не фудбанки, это просто привозили домой готовую еду. Два раза в неделю, вторник и четверг. Пожалуйста, кушайте, если хотите. Звоните, и вам бесплатно будут привозить. Более того, все время пандемии маски были бесплатно. Ни одного штрафа выписано не было. И маски были везде бесплатно. И полиция раздавала, и в общественных местах маски бесплатно, и в транспорте маски бесплатно. И да, напоминаю, ни одного штрафа выписано не было. Плюс автобусы были бесплатно. А также город оплачивал вашу аренду, если вы оказались без работы. В общем, огромное количество было всяких бонусов. В Америке это называется бенефиты. Бенефитов было просто огромное количество.